всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня буду снимать домашний влог хочу с вами поделиться двумя рецептами которые тут на днях готовила вот ну и конечно же я заболела вместе со своим младшим сыночком заболела кстати намного ну как сказать сильнее чем он с высокой температуры было несколько дней и сейчас еще конечно таком не очень хорошем состоянии но потихонечку прихожу в себя что называется и начинаю уже активничать скажем так вот два рецепта первый из них я готовлю его иногда на завтрак но на самом деле не не так часто наверное как бы хотелось бы вот но буду исправляться буду стараться значит это такой ну что-то наподобие яичница сейчас я вам все покажу даже не наподобие яичницы скорее наверно больше как пицца похоже на мои называют это пицца с яичком а вот и второй рецепт я посмотрела тут пока болела скажем так посмотрела в инстаграме у одного из блогера но я забыла заскринить ну то есть точно чтобы был рецепт поэтому у меня такая легкая импровизация так что сейчас вам все покажу и так для нашего вкусного завтрака нам понадобится слоеное тесто можно дрожжевое можно бездрожжевое моем случае это дрожжевое слоеное тесто его заранее разморозила потом нам понадобится сосиска я не знаю колбаса любая бекон все что вы хотите можно даже кусочек мяса сыр и яйцо яйцо у меня здесь одно но я потом еще одно добавила потому что на камнем бывает его много раскатываем тесто тоненько ну я конечно стараюсь ровно но не получается у меня дальше мы его разрезаем на квадраты вот эти обрезки у меня потом тоже уйдут на сосиски в тесте вот эти квадраты складываем в противень смазанным маслом и следующий то есть принципе на завтрак я обычно делаю 4 штучки то есть из двух пластов далее тесто мы загибаем по краям ну вот как как можем да у меня получается вот так вот чтобы наша начинка никуда не растекалась далее выкладываем начинку распределяем ее ровненько у меня колбаска с сосиской здесь далее мы потом заливаем яичком вот можно целое яйцо то есть разбить прямо туда но она у меня обычно вытекает поэтому я делаю вот так ну и сверху сыр и ставим все это и вот такие вот просто вкусные я не знаю мои называют это пицца с яйцом такие вот получаются не знаю если положить сюда бекон или сверху посыпать зелень это вообще будет просто мега ароматно это очень вкусный и за любимый завтрак моих мужчин очень он им нравится честно признаюсь готовлю не часто но стараюсь иногда баловать вот этот у меня почему-то на одном противне лежала но вот этот больше подрумянился чем вот эти три конечно не очень они такие ровненькие но все это можно обыграть на тарелочке где-нибудь овощами еще например сверху посыпать зеленью зеленью получается просто безумно вкусно а из остатков теста я сделала вот такие вот булочки вот это это булочки с сыром просто такие рулетики просто сыр туда добавила и все и сосиски в тесте конечно тут на одно у меня не хватило тесто но ничего страшно вот надо было смазать их яичком чтобы были более румяненькие но мне кажется так и так очень даже аппетит далее начинаем готовить наш ужин картошку нужно хорошо помыть заворачиваем так по 2 штучки фольгу если у вас очень крупная то достаточно одну картофель у меня они такие среднего размера я беру по 2 штучки ставим мы на противень я не смазываю маслом ставим в духовку при температуре 200 градусов на два часа они у меня стоят далее будем делать начинку у меня это куриная грудка белые грибы замороженные также небольшое такая половинка луковички вот такая и сыр все это мы будем нарезать ну кроме сыра сыр будем натирать на терке и обжаривать на сковородочке и под конец я добавлю сметану у меня вот такая десятипроцентная можно добавить конечно же сливки но сливок у меня не было поэтому я добавлю сметану ну и специи по вкусу соль перец что-нибудь еще можно какую-нибудь зелень добавить не не знаю все что вы хотите главное довести это до готовности далее вытаскиваем из духовки нашу картошку которая у нас получилось вот так вот ее раскрываем и вилочкой начинаем ее разравнивать то есть чтобы получилось у нас как бы из двух картошек одна вот такая вот как бы большая как в крошке картошки примерно вот так как у меня кстати крайне редко я нахожу в магазинах вот такую прям крупную картошку поэтому вот это мне кажется такой достаточно хороший вариант конечно нужно чтобы картошка немножечко подостыла потому что достаточно горячо но я делаю прямо сразу на горячую мне мне нормально вот далее обязательно саму картошку нужно посолить можно еще поперчить если вы хотите и вот так вот вилочкой и слегка перемешиваем далее добавляем сливочное масло на самом деле лучше побольше положить тогда картошка будет такая более мягкая но я немножко положила и выкладываем нашу начинку для детей и я отдельно сделала с колба с сосиской потому что они меня не любят вот курицу с грибами и всякое такое сверху сыр конечно же побольше поменьше и я снова ставлю в духовку при тоже температуре но где-то минут на пять-шесть они меня поставили чтобы сыр вот так вот расплавился и слегка подрумянился вот такие вот они аппетитные у меня получаются самом деле очень ароматно вот это вот картошка курица сыр все вместе очень очень аппетитно мои сказали что почему же ты так не делала раньше и вот так вот он получается у нас внутри практически как в крошке картошки ну практически очень вкусно я всем советую начинку я считаю можно делать разный какую вы хотите но это безумно вкусно и также хочу вам показать свой заказ из магазина с онлайн ну как как вот но я не знаю как удержаться как вообще вот не покупать себе всякое я не знаю но я обожаю все это дело люблю украшения всяких первых опять же да это заказ не привезли на дом и вот все то что вот так вот все красиво упаковано с этими ленточками вот с карточками да вот этими ну в общем ну класс мне очень нравится очень это на самом деле мило приятно вот вроде как бы думаешь ну ерунда там чё это упаковка но когда такое приходит то конечно же очень очень приятно и я себе заказала вот такие вот потрясающие сережки это как правильно называется барочный жемчуг да насколько я понимаю сразу покажу вам видите серебро натуральная вставка жемчуг культивированный это цена без скидки естественно там была скидка 50 процентов но в общем я не знаю посмотрите какие они классные здесь вот нет никаких фианитиков здесь просто сделано вот такое вот видите серебро как но очень смотрится потрясающе я не знаю я обалдею замочек гвоздик я как-то не придаю значения никаким замочкам и конечно же интернет-магазин sunlight никуда не закрывается вот естественно мне кажется другого не стала бы ожидать вот сейчас покажу как смотрится эти сережки на мне самом деле еще смотрю на себя на камеру мне такой вид как будто я ревела два дня припухшая но я не ревела просто конечно же сейчас температура уже нет но горло насморк кашель все как обычно вот ну да ладно я лечусь бодрюсь уже во всем вот и вот так вот выглядит эти сережки на мне я заранее извиняюсь за свою прическу но надо волосы покрасить но как по силу пока не хватает мне на это вот так вот они могли посмотрите как меня вот точно такие же есть только вот эта вот штучка она по моему полностью круглая ну то есть без дырочки посередине и она золотая то есть ну как бы серебро с покрытием золото да вот а вот эти вот просто потрясающе закрывают дырочку они немножечко тяжеловаты то есть на ушках ощущаются но мне очень нравится мне кажется вот под любой наряд просто такое красота мне очень нравится я еще хотела какие-нибудь какой-нибудь колечко это и что-нибудь не знакомый браслетик или подвесочку такой тоже из вот такого плана это барочный да если я не ошибаюсь жемчуг ну так и называют его по крайней мере вот очень мне понравились мне кажется миленькие симпатичные по крайней мере поднимают настроение очень-очень вот принципе как любые украшения для многих девочек не знаю я обожаю обожаю всякое украшать себя по всяк разному и косметику люблю и общем ну в общем так вот ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно оставляйте свои комментарии всех люблю целую до новых встреч